И сегодня в этом парке, потому что вот тут возникла такая проблема, то что начинают вырубать деревья. Вот вы представьте, вот вырубали деревья, завтра тут поставят разные киоски. Вот кому это надо? А здесь шикарная природа. Это парк, в котором вот бегают белки. Тут часто можно встретить каких-то ежей, разных животных. Этот сквер как бы принимает в себя очень много народа. И я думаю, что на самом деле то, что с ним будут делать, это в принципе недопустимо никакими как бы правилами, ни морали, ни вообще какими-либо другими правилами. Посмотрите вот на этот свинарник, который здесь. Тут рядом остановка. Тут везде окурки, тут все плюют и бросают. Поэтому этот сад, этот пылесадник должен существовать и должен быть под охраной, ну не знаю, всяких органов и так далее. Это все так идет, ну инициатива от жителей. А реальной, реальной такой помощи со стороны руководства города мы не получаем. Что-то в нашем мире вообще как-то изменилось, перевернулось. Вот куда-то добро ушло на задние планы, а руководит зло и бабло, как говорит молодежь. Мы прошли практически все кабинеты, какие можно. Но ответ, ответ. На сегодняшний день получили последний ответ такого расплывчатого содержания. Как только будет определена территория, которую мы предлагаем под сквер, тогда разговор в Киевсовете будет продолжен. Местным жителям пришлось самим разработать план по ограждению сквера, который они и представили на встрече. Нету какой-то справки о землеотводе, и оно не совпадает, и поэтому мы не имеем права чего-то принимать решение. Формально это правильно, по сути это тормоза. А другие процессы, которые идут, раз в три-четыре года возникает либо новый генеральный план Киева, либо просто какой-то план, либо планы чьи-то по застройке этой территории, вот от улицы Курской и через Ереванскую сюда, вот весь этот круг, все время кто-то хочет застроить. Конечно, мы можем только догадываться, что может быть кому-то понравилось здесь место, чтобы построить дом какой-то или еще что-то. Мы можем только догадываться, в открытом мы этого не знаем. Самая зеленая столица мира превращается в каменные джунгли. При этом не просто каменные джунгли, а грязные каменные джунгли. Я на онлайн конференции задавал Виктору Владимировичу вопрос по поводу инициативы жителей нашего микрорайона, и не только нашего микрорайона, о создании на нашей территории, вот здесь бывшего военного городка, парка имени авиаконструктора Антонова. Готовы ли вы поддержать инициативу жителей Соломинского района о создании сквера имени авиаконструктора Антонова? Отвечаю, начинаю с конца. Готовы поддержать такую инициативу, потому что авиаконструктор Антонов действительно заслуживает того, чтобы такой сквер был создан. Виктор Владимирович отозвался положительно по этому вопросу, потому что, я так понимаю, общественную организацию «Украинский выбор» волнует вопросы не только политические, но и вопросы организации жизни общества, жизни людей, каждого отдельного человека. Мы просим помощи в том, чтобы этой роще был дан статус сквера. Путь будет хоть на один сквер в городе Киеве больше, а не меньше. Еще Шарль Деголь говорил, что он видел много парков в городах, но впервые, когда он приехал в Киев, он увидел город в парке. И очень бы хотелось, чтобы это продолжалось. То есть это такое маленькое, уютное место, и оно действительно для многих, возможно, очень лакомое. Но для всех жителей окружных территорий это действительно такая отдушина очень важная. Мы очень хотим, недавно я родила ребенка, и очень хочу, чтобы он здесь вырос, и остальные дети. Я тут живу. Я тут сожжал деревья молодые. Тут есть редкие деревья, которые записаны в красную книгу. Есть белочки, с которыми я дружу. И птички тоже. Я думаю, что если будет статус сквера, то люди будут более бережно относиться к тому, что здесь растет. И стараться не загрязнять, и как-то сохранять этот парк. Это будет очень хорошее место для отдыха, для раздумий научных, так как этот сквер носит название великого человека, академика Антонова.